здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правды сегодня я хочу поговорить о мире который окружает нас я считаю что весь мир можно разделить на три части первая часть это материальный мир мир вещей которые нас окружают ландшафт природа грубо говоря вторая часть мира это люди и общество в целом и третья часть мира это мир духовный невидимый но тем не менее с которым мы можем взаимодействовать и должны взаимодействовать хочу обратить ваше внимание что в каждом человеке присутствуют все три мира то есть материальный мир воплощен в нас в нашем теле физическом теле ну так скажем мир человека да это наша душа душа я считаю что душа это дыхание божье то есть бог вдыхает в тело человека когда он рождается не рождается вернее когда он еще так скажем только развивается в утробе матери душу и вот эта душа в итоге живет в этом теле физическом всю свою жизнь а затем попадает либо на небеса либо в ад и третий мир который воплощен в каждом человеке хочу обратить ваше внимание это мир духовный то есть каждого из нас я верю в это каждого из нас сопровождает ангел то есть посланец небес небеса кстати название тоже нет без а небеса и темный ангел посланник люция падшего или сатаны и дьявола и так далее то есть вот эти вот два духовных так скажем лидера борются за нашу душу кто из них победит в тот царство мы пойдем друзья вот каждый из нас особенно на работе встречал людей по первому взгляду с которыми либо хочется общаться либо не хочется но и на улице также в принципе то есть если вы первый раз видите человека у вас невольно возникает какое-то чувство либо приязни либо неприязни вот сегодня я хочу поговорить об этом почему именно возникает такое чувство то есть видите в первую очередь человек видит лицо другого человека то есть все мы созданы по образу и подобию божьему и это лицо может нравиться как говорится либо не нравится но человек понимаете он не может изменить свое лицо но кроме некоторых конечно ботоксных товарищей так далее которые меняют свое лицо но я лично хочу сказать что я бы не хотел менять свое лицо какое есть такое есть как говорится каким родился такими пригодился то есть и у человека есть душа которая невидима на первый взгляд другому человеку но тем не менее после общения это душа постепенно раскрывается и то есть вот даже бывает зачастую мы общаемся с человеком который который нравится нам лицом но после общения мы понимаем что это мерзкий человек допустим или наоборот мы внутренне сперва отстраняемся от человека который нам не нравится лицом но тем не менее после общения с ним когда мы смотрим на его поступки какие-то дела мы внутренне тянемся к этому человеку то есть по сути понимаете это как по одежке встречают а по делам провожают ну или что-то подобное да то есть получается тут мы по лицу встречаем человека и по его душе провожаем понимаете что еще вот хочется сказать вот каждом из нас надо развивать именно духовное зрение то есть у каждого из нас но почти у всех то есть есть обычное зрение да но у кого-то извините нет то есть у кого-то может там глаз нет или при рождении слепой родился бывает такое но тем не менее каждый из нас даже и слепые люди могут видеть духовную сущность другого человека и вот недавно позавчера по моему да я впервые смог увидеть вот этот духовный мир человека другого человека я прогуливался по парку и увидел следующую сцену мать гуляла с двумя детьми и один из детей взял палку но у меня кстати тоже сын любит палку брать и начал ее умахать мать закричала на ребенка скажу я же тебе сказала положи палку и ребенок расстроился упал сугроб и стал громко возмущаться кричать ну и мать тоже стала на него кричать и вот друзья мимо проходил сперва что-то хотел сказать да как-то успокоить их обоих вот потом в какой-то момент я прямо почувствовал энергию вот эту какую-то ненависть злобу которая шла от маленького ребенка вроде лет то всего может на вид 7 8 но вот какая я прямо почувствовал ненависть и злобу понимаете мгновенную и вот буквально несколько мгновений я чувствовал и а потом прошло все то есть вот понимаете это именно и есть духовное зрение впервые в жизни я увидел человека так сказать изнутри кратковременно но увидел друзья вот каждый из нас должен развивать именно духовное зрение то есть если вы видите человека который вам улыбается на самом деле это ни о чем не говорит есть старая добрая русская пословица мягко стелет жестко будет спать в то же время вы можете видеть человека который не особо улыбается но в принципе радоваться то особо нечему да мы деградируем и страна наша и человечество в целом мы просто как ходячие зомби по сути то есть тело живо душа-то помирает на самом деле радоваться особо нечему но тем не менее мы должны понимать что с нами бог бог нас любит и бог нам помогает и вот мы должны друзья развивать именно духовное зрение то есть мы должны видеть к чему ведет человек который с нами взаимодействует что он хочет от нас чего добиться то есть либо он ведет нас козлу либо к добру понимаете каждый человек в душе имеет сокровище либо это доброе сокровище либо злое то есть вот я в зависимости от того какое сокровище у него с помощью слов и самое главное дел как говорил иисус христос по плодам их судите их то есть по плодам по делам мать и именно по делам и вот поэтому и с помощью вот духовного зрения мы должны видеть сущность человека друзья пишите ваши комментарии задавайте вопросы если вам что-то непонятно делитесь своими наблюдениями возможно вы когда-нибудь тоже видели именно духовный мир человека вам такого давалось то есть хочу напомнить что есть некоторые люди которых называют сумасшедшими они на самом деле видят даже ангелов бесов даже такие есть люди но конечно другой стороны это страшно можно сойти с ума я бы не хотел честно говоря видеть в материальном мире духов пишите ваши комментарии если вы что-то видели подобное ставьте лайк если вам понравилось видео или дизлайк если вы не верите в духовный мир ваше право как говорится до свидания с вами был олег бурылов ваш голос правды